Весенний каприз собрал в Центре молодежного творчества юных, но весьма амбициозных модельеров, которые в этом году представили на суд жюри 19 серьезных коллекций в трех номинациях «Абстрактное мышление», «Узоры жизни», «История в деталях». Тематическое название традиционного мероприятия, которое проходит вот уже 19-й раз, подтверждают яркие экстравагантные комплекты молодых модельеров. Весна привносит в нашу жизнь сочные насыщенные нотки, которые без труда можно увидеть в новых творческих решениях. «Посмотрев предварительно эти коллекции, не могу не отметить и не могу не пожелать им мировых подиов, потому что они действительно этого достойны, и я думаю, что мы их в будущем увидим на них». Переходя от номинации к номинации, можно было без труда разглядеть, как варьируются цвета и комбинируются ткани и узоры. Свою нишу в модном мире заняли загадочный и оригинальный эльфийский межгалактический мистицизм. Одежда в этом стиле была представлена в виде летящих силуэтов, необычных разрезов на платьях, блузах и юбках, выполненных из воздушного шифона полупрозрачной вуали. Кроме того, юные кутюрье совершенно свободно лавировали от изысканного ретро до брутального милитари. Поражала и необычная игра красок, в которой прекрасно сочетаются контрастные цвета и принты. У нас очень популярный конкурс среди старшеклассников. В этом году есть авторы и шестого, и седьмого класса начинающие. Даже есть одна очень маленькая группа, это четвертый класс, третий, четвертый классы. Яслисад, начальная школа номер шесть, которая вместо с родителями нашли такой синтез, где помогли взрослые, где что-то сделали дети. И мы, конечно, таких дебютантов всегда рады видеть. Но не только юными дебютантами отличен этот девятнадцатый конкурс от предыдущих. В этом году появилась еще одна интересная номинация. Автограф, в которой начинающие кутюрье попытались создать, что называется, живую картину. Например, восьмиклассница Валерия Гелемент, взяв за основу работы знаменитого Врубеля, смогла создать уникальное вечернее платье, удачно соединив в нем черные и розовые оттенки. В наряде все сделано своими руками, начиная с пошива и заканчивая узорами. Само платье пошито атласное, из органзы сделано очень много баланов. То есть там сколько метров, я не знаю, но очень много. Также сверху одет фатин, на котором ручное кружево. То есть кружево ручной работы называется румынское. Эскизами послужили мои такие ненужные рисунки в стиле дудинга. Открытый городской конкурс «Весенний каприз» – это лишь четвертое мероприятие из большого образовательно-соревновательного комплекса, который активно реализуется в течение года в городе над Богом при поддержке Брестского горысполкома. В него вошли такие знаменитые праздники, как крылья, ступени, золотой петушок. Представители системы образования стараются сделать их максимально разноплановыми, чтобы удовлетворить запросы и возможности талантливой брестской молодежи.